Вы смотрите новости Татарстана в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте и вот о чем пойдет речь. Некачественный ремонт и огромные суммы за услуги ЖКХ. Мы мерзли, были вынуждены включать везде электрообогреватели. На что еще жители Татарстана пожаловались в общественную палату республики, узнала Юлия Гоголева. Все дело в мешках. Вы знаете, нас заставила жизнь. Как в Казани заработала новая система сбора мусора, увидел Дмитрий Аринин. Строительство на опережение. В прошлом году мы приняли врача из Казахстана. Сейчас ведем переговоры с медицинским физиком из Колумбии. Почему на установку инновационного оборудования в Новый Челнинский онкоцентр приехали инженеры из Англии и Швеции, узнала Наталья Мизина. Королевский антураж. Ничего не портит, не ломать и ничего не грызть. Президент республики посетил выставку вещей императрицы Екатерины Великой. Об уникальных экспонатах Рамиль Шайдолин. В Татарстане за сутки подтвержден еще один случай смерти от коронавируса. Это мужчина 51 года с хроническими заболеваниями, сообщает республиканский штаб. Всего в республике за последние сутки зарегистрировано 55 новых случаев ковида. Большинство контактные, 5 завозные. В России вновь небольшое снижение общего числа заболевших коронавирусом. Почти 20 тысяч случаев со вчерашнего дня. Показатели снизились на 1 тысячу. Среди регионов лидирует Москва, но также со снижением. Там менее 5 тысяч случаев за сутки. В Санкт-Петербурге зафиксирован рост. Более полутора тысяч заболевших. А в Нижегородской области 414. У соседей также наблюдается рост. В Самарской области 195 новых случаев. В Башкортостане 113. В Чувашии 75 заболевших. Вылечился сам, помоги другому. Станции переливания крови ждут плазму переболевших ковидом. Антитела нужны для тяжело больных пациентов. Мы поговорили с человеком, который сначала принял плазму от переболевшего, а потом и сам стал донором. Об особенностях процедуры и как она может помочь в борьбе с ковидом. В интервью экс-министра здравоохранения Татарстана и депутата Госдумы Айрата Фарахова. Здравствуйте, Айрат Закиевич. Здравствуйте, добрый день. У вас есть прекрасные инициативы, по которой переболевшие к коронавирусу могут сдать свою плазму для лечения больных. Расскажите, как появилась эта инициатива. Понимаю, что всегда эта методика давала результат. Это пассивная иммунизация. Она активно стала применяться. И показала хорошие результаты у средней и тяжелой группы пациентов. Мы хотели бы, чтобы наряду с целым рядом волонтерских проектов Единой России, доставка питания, доставка продуктов тем, кто не может выйти из дома. Вот этот проект тоже вошел в наш волонтерский проект, и чтобы мы могли координировать всех тех, кто хотел бы узнать поподробнее об этом методе. На прошлой неделе вы сами стали участником проекта и сдали свою плазму. Расскажите, как это было? На мой взгляд, переносится значительно легче, чем процедура сдачи крови. Она связана с тем, что забирается жидкая часть крови, белая часть крови, и ретроцит, и красная часть крови возвращается назад человека. Я сам перенес эту инфекцию. В достаточно непростой ситуации, по рекомендации моего лечащего врача, была перелита плазма крови, и на самом деле переболевшего человека. В целом, я дал согласие, и на самом деле, сразу же на следующий день у меня был очень хороший титр антител. Вы решили сделать этот проект благотворительным. Расскажите, в чем это заключается? Это приравнивается к сдаче крови, и в соответствии с законодательством Российской Федерации выдаются все те льготы, которые связаны со сдачей крови. Это освобождение от работы и, кроме этого, денежная компенсация. Но вы знаете, что от денежной компенсации мы с Володей Ильоновым, министром спорта Республики Татарстан, отказались, перечислили эти деньги в фонд помощи и в фонд работы ковидного центра. Сейчас время такое, когда мы должны подумать о том, как каждый, кто перенес это заболевание, вне зависимости от того, тяжелое было, нетяжелое, как мы можем помочь всем, кто в этом нуждается. И на самом деле у меня даже не было и тени сомнений в том, что это надо сделать. Большое спасибо, Эрид Закевич, будьте здоровы. Спасибо вам большое за приглашение, и, конечно же, я желаю здоровья всем татарстанцам. Еще раз напоминаем, плазму переболевших ковидом очень ждет республиканский центр крови и тяжело больные ковидом. Стать донорами плазмы могут люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые уже переболели коронавирусом и не имеют хронических заболеваний. Процедуру можно пройти в центрах крови Казани и Челнов. Многие доноры отказываются от вознаграждения, перечисляя деньги в благотворительные фонды по борьбе с ковидом. Она пережила суровые испытания войны, а теперь победила пневмонию. В Нижнекамске из ковид-госпиталя выписали 90-летнюю Гадилю Гатаулину. Врачи называют этот случай не иначе, как чудом. Подобный счастливый исход для людей преклонного возраста в Татарстане и в мире редкость, но не единичный. Подробнее о тех, кто борется за жизнь, невзирая на возраст. Гадиля Гатаулина выходит из ковид-госпиталя как настоящий победитель. Ветеран войны справилась с коварным вирусом. И это в 90 лет. В таком возрасте при поражении 80% легких казалось, шансов нет. Но произошло чудо. И сегодня главное спасибо врачам. Я как ветеран войны много видела, много слышала. И очень меня вылечили. Слава Богу, хорошо. К словам врачей, пациентка не нуждалась в подключении к КВЛ. Скорее всего, ей помог закаленный характер и опыт, который она обрела за 26 лет работы в медицине. Получала стандартное лечение. То есть гормональная терапия, плюс антикогулянты и антибактериальная терапия. Она благополучно 31 числа выписывалась. И на данный момент, я думаю, она себя чувствует удовлетворительно, соблюдает режим самоизоляции. Еще одна долгожительница из Челнов проявила упорство в борьбе с инфекцией. Врачи говорят, именно сила духа помогла 102-летней пациентке победить ковид. Под стать татарстанским бабушкам и столетняя жительница Мьянмы. Мне сказали, что я инфицирована этим вирусом, но я ответила, что ничего не чувствую. Я хорошо ела, принимала душ и ходила, как обычно. Для врачей нет разницы, какой возраст у пациента. Они борются за каждую жизнь. Но все же к пожилым у них есть одна просьба – оставаться дома в пандемию. Рамиль Галиулин, Светлана Звонарева, Альбина Валеева, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Татарстан. Завышенные счета за тепло, отсутствие капремонта, строительство квартир в колясочных или в тернах – это лишь некоторые жалобы, которые озвучили сегодня членом комиссии Общественной палаты республики. На вопросы жителей эксперты отвечали почти три часа и обещали каждую проблему взять на контроль. Какие вопросы в сфере ЖКХ сейчас наиболее актуальны, выяснила Юлия Гоголева. Беспредел. Да, беспредел. Гульфира Зиганшина в этом доме на улице Лесговта живет больше 30 лет. Говорит, последние два года со счетами за ЖКХ происходит что-то непонятное. Последний пример – платежка за сентябрь. Батареи весь месяц были холодные, а за тепло начислили почти две с половиной тысячи. Мы платим за несуществующую услугу. Вот это больше всего возмещает. И такая ситуация абсолютно у всех жителей этого дома. Кому-то за холодные батареи начислили три, а кому-то четыре с половиной тысячи рублей. В сентябре нам начислили стоимость неоказанной услуги именно по отоплению. Отопления не было. Мы мерзли, были вынуждены включать везде электрообогреватели. Жители говорят, в прошлом году было то же самое. После обращения в управляющую компанию им сделали перерасчет. Сейчас все иначе. Суммы не пересмотрели. Дозвониться и попасть в управляющую компанию Вахитовского района люди не могут. Телефон всегда занят и прием ограничен. Поэтому сегодня и обратились в общественную палату. Коммунальный ресурс – это товар, который должен, как говорится, отпускаться по весу. Поэтому мы разберемся по конкретному дому и конкретно сообщим заявителю о правомерности начисления платы за тепловую энергию за сентябрь месяц. А это уже Дорадского 39Б. Отсюда сегодня тоже поступил звонок на горячую линию. Жители недовольны. Вместо холла и колясочной в подъезде появилась квартира за номером 1Б. Контролировала эту работу мастер ЖУ. На вопрос, что вы делаете, они отвечали, это для вас же. Из ответов администрации следует, что действуя по доверенности исполкома города Казани и администрации Новосавиновского района, управляющий уютным домом Нуреев передал помещение в наим. Последующие действия и приватизация. Вот как выглядел перекрытый холл раньше. Это соседний дом, построенный по такому же проекту. Около 10 лет жильцы пытаются вернуть в общедомовую собственность около 40 квадратов. Мы бы хотели использовать это помещение по назначению. В качестве колясочной. Или даже, может быть, организовали какую-то детскую комнату, в которой могли бы пребывать дети какое-то время под присмотром. В общественной палате вопросом заинтересовались и взяли на контроль. В ближайшее время компетентные органы проверят законность происходящего. В доме 39Б на Адаратского. Тем более, подобного рода нарушения в Казани уже выявлялись. А экс-председатель ТСЖ Азина-1 был обвинен в мошенничестве. Уменьшение общего имущества, это, конечно же, согласно жилищному кодексу запрещено. Тут должно быть стопроцентное согласие всех собственников. А тут, получается, без решения общего собрания собственников, управляющая компания якобы присоединила общее имущество собственников к лифтерке и к, получается, холлу. Чем закончится дело под Адаратского 39Б, зависит от общественной палаты и компетентных органов. Прецедент есть. Пока острые вопросы во взаимоотношении жильцов и управляющей компании касаются начислений. Каждое третье обращение по отоплению. Данные обращения, они отрабатываются либо в устной форме, то есть разъяснительная работа проводится с собственниками для решения самостоятельно, либо направляем в государственные органы для решения вопросов. На этот раз прием граждан в общественной палате длился больше трех часов. За это время дозвонились около 20 человек почти из каждого района Татарстана. И, конечно, большинство жалоб касались коммунального ремонта и начислений за услуги ЖКХ. Горячая линия общественной палаты работает ежедневно. Номер на экране. Юлия Гоглева, Ренат Сафин, Рамиль Галиулин, Вадим Иларионов, ТНВ, Казань. Если у вас есть интересные истории, присылайте их на наш WhatsApp. Его номер 8-987-420-0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Проблему свалок и бродячих собак в поселках Казани пытаются решить с помощью адресного сбора мусора. В семи жилых массивах решили отказаться от стандартных контейнерных площадок. Они, как сетуют коммунальщики, обрастали горами отходов, порой чужих. Привлекали стаи бездомных собак, которые собирались там поживиться. Теперь отходы жители оставляют у своих домов и их забирает мусоровоз. Как это отразилось на чистоте и оплате, и как быть крупногабаритным мусором, узнавал Дмитрий Аринин. Вы знаете, нас заставила жизнь. Так для жителей Царицинского бугра проблемой стала гора мусора на месте контейнерной площадки. Что это из себя представляет, мы снимали весной этого года. Здесь оставляли отходы не только жители поселка. Выбрасывали мусоры проезжающие автомобилисты и мелкие производственники. Зачастую были отходы, прилежащие специальной утилизации. Фирмы, которые занимаются вывозом мусора, они привозили городской мусор, в том числе и строительный, и производственный мусор, на наши контейнерные площадки. Больно хорошо. Стопроцентная прибыль. За утилизацию платить не надо. И все везли сюда. Был здесь невыносимый запах. Жить было невозможно. Возможность избавиться от свалки дал переход на мешочный сбор мусора. Летом жители привели сход и отказались от контейнерной площадки. На ее месте посадили деревья, а отходы стали оставлять в мешках у своих домов. Три раза в неделю за ними приезжает мусоровоз. Удобно, конечно, с одного места собирать. Скажем, чтобы на одной улице один контейнер. Жители отказались. На работу не жалуемся. Как есть она работа, так мы работаем. Хоть так будет, или, скажем, так же собирать. Ну, работа есть работа. За несколько месяцев стало ясно, нужен не только мешочный сбор, но и отдельные контейнеры у каждого дома. Так мусор не растаскивают птицы и бродячие собаки, и отходы не разлетаются по поселку. Контейнера приобрели. Значит, это довольно-таки недорогое удовольствие. Ну, пускай это входит в тысячи рублей. Так как отзываются местные жители, в поселке стало чище, и исчезли бродячие собаки, и не нужно носить мусор далеко от дома. Удобно. Вышел из дома, выкинул мусор. Хорошо. Чище стало. Поменьше везде валяется мусора. Стало, да, чище стало, да. Для крупногабаритного мусора в поселке оставили один большой контейнер. Его будут переставлять. То есть на одном месте он будет стоять недолго, чтобы снова не плодить свалку. При этом оплата за вывоз мусора останется прежней. Не имеем возможности изменить что-то в порядке оплаты. То есть действующее законодательство не устанавливает для такого способа сбора отходов в какую-то другую ставку платы. Жители платят также по нормативу человека 97 рублей 41 копейка в месяц. Также, как отмечают, мешочный сбор может выручить тех жилых массивов, где активно идет стройка. В настоящее время застройка жилых массивов и поселков в городе Казани ведется активно, и территорий для строительства новых контейнерных площадок фактически отсутствует. Единственный вариант решения на сегодняшний день – это переход на мешочный сбор. На мешочный сбор в Казани перешли пока 7 поселков. На очереди – Новая Сосновка. Чтобы оформить переход, нужен сход и решение самих жителей. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Почему в бизнес-копилке татарстанских предпринимателей 18 миллиардов рублей, а перспективы совсем не радужные, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Королевский антураж. Ничего не портить, не ломать и ничего не грызть. Президент республики посетил выставку вещей императрицы Екатерины Великой об уникальных экспонатах. Рамиль Шайдолин. Строительство на опережение. В прошлом году мы приняли врача из Казахстана. Сейчас ведем переговоры с медицинским физиком из Колумбии. Почему на установку инновационного оборудования в новый Челнинский онкоцентр приехали инженеры из Англии и Швеции, узнала Наталья Мизина. Алла-Буга снова подтвердила лидерство среди отечественных особых экономических зон. Но об этом сегодня заявил Рустам Мениханов на очередном заседании наблюдательного совета. Здесь сегодня одобрили два новых инвестпроекта. Это производство российских премиальных автомобилей Аурус и холодильников. Общий объем частных инвестиций более 7,5 миллиардов рублей. В ходе заседания подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве между Алла-Буго и крупными российской и сингапурской компаниями. В перспективе в Татарстане будет создана база для производства электроники, из которой будут собирать бытовую технику. В целом мире особая зона Алла-Буга подтвердила среди особых экономических зон. Татарстан готов развивать деловые и культурные связи с Тунисом. Об этом сегодня заявил Рустам Мениханов на встрече с послом этой североафриканской страны в России Тараком Бен Саленом. Напомним, тунисская делегация прибыла в Казань для участия в международном научном форуме, который проходит в КФУ. Президент республики отметил, Татарстан готов расширить экспортные поставки нефтехимической и машиностроительной продукции, автомобильных шин, компрессоров, фармацевтики, медоборудования и сельхозтоваров. В свою очередь республика заинтересована в поставках из Туниса фруктов, морепродуктов, товаров легкой промышленности и другой продукции. Сегодня уровень товарооборота между регионами невысокий, порядка 5 миллионов долларов. Это очень мало. Это, конечно же, не соответствует имеющимся возможностям. Нужно нам усилить совместную работу. Императорское величие Рустам Мениханов сегодня посетил выставку, посвященную Екатерине Великой. На прошлой неделе она открылась в Казанском Кремле. До апреля здесь можно увидеть ровно 555 личных вещей и предметов эпохи императрицы, многие из которых связывают ее и Казань. Рустаму Мениханову показали серебряный сервиз, которым встречали Екатерину Великую, Коран на русском языке, фигурки казанских татар. Какие экспонаты и факты удивили президента, больше всего расскажет Рамиль Шайдулин. Здесь мы видим книги, которые писала для своих внуков Екатерина Великая. Она занималась образованием, обучением своих внуков, дома. За стеклянными витринами предметы, которым нет цены. Это вещи самой Екатерины Великой. Живопись, фарфор, статуэтки и даже написанные ею книги. Их осматривает президент республики. Его знакомят с экспонатами и историей, событиями этих лет. И жизнью самой императрицы. Быть веселым, однако ничего не портить, не ломать и ничего не грызть. Рустаму Мениханову показали правила, которые Екатерина Великая сама же и составила при основании Эрмитажа. Один из залов целиком посвящен визиту императрицы в Казань. В 1767 году здесь она провела неделю. И сегодня можно видеть вещи, которые с тех пор сохранились до наших дней. Вот, например, серебряный сервиз, которым Екатерину Великую встречали в Казани. Здесь же в фигурке казанских татар русскоязычный Коран. А если интересно, какие места посещала императрица, то это можно увидеть в мультимедийном формате. Подойдя к сенсору, нажав, например, на 26 мая, день прибытия Екатерины, можно увидеть маршрут ее по Казани. И вот особенно именно этот в том числе отметил Рустам Наргалевич на нашей выставке. Кроме этого, президент республики ознакомился с развитием ремесел, художеств Екатерининской эпохи, ее реформами образования и развитием промышленности. Рамиль Шайдулин, Владимир Лурионов, ТНВ, Казань. Новый онкоцентр в Челнах сдадут к концу года. В эти дни инженеры из Англии устанавливают инновационное оборудование. Оно позволит лечить пациентов по последним международным протоколам. Онкоцентр – самый востребованный медицинский объект для закамья. Сейчас на учете со злокачественными образованиями каждый 33-й житель Татарстана. Рак в закамской зоне занимает второе место среди причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Как центр в Челнах строит всем миром, расскажет Наталья Мезина. Услышать английскую и шведскую речь в новом онкодиспансере в эти дни – привычное явление. Иностранные специалисты устанавливают американский лучевой ускоритель. Он будет единственным закамьи, с помощью которого пациентам смогут проводить 3D-лучевую терапию и лечить самые сложные опухоли, в том числе головного мозга. Мы сейчас устанавливаем программу Линекс для этих машин. Вот это модулятор, в эти минуты мы его подключаем. Это то, что управляет машиной. Это уже третий этап установки. Это похоже на центр управления. Вот распределительный щит, управляющий движениями машины. Мы планируем закончить через пару дней. Сразу после английских специалистов за работу возьмутся инженеры из Швеции. Они установят уже томографы. В прошлом году мы приняли врача из Казахстана. Сейчас ведем переговоры с медицинским физиком из Колумбии. В основном приезжают врачи из других регионов. Вот и получается. Всемирная стройка. Четыре этажа, три отделения, хирургия, радиология, химиотерапия и охват. Более миллиона татарстанцев из девяти районов. В новом онконцентре будет и противошоковый зал, и своя лаборатория, и отделение кардиореанимации. Высокую оценку новому проекту еще в июле во время визита в Татарстан дал глава Минздрава России. Михаил Мурашко поставил Челнинскую онкобольницу в пример всей стране. Она имеет сертификаты по качеству и безопасности медицинской помощи. Это та тема для медицинских организаций, которую мы внедряем на протяжении последних трех-четырех лет. Медицинские организации, осуществляющие внутренний контроль, должны внедрять такие технологии, которые присутствуют в этой больнице. Эту онкобольницу можно будет ставить в пример и как объект, который возвели за короткие сроки. Строить его начали лишь в конце прошлого года, к концу этого уже планируют сдать. И такой опыт возведения медицинских учреждений в рекордные сроки у Татарстана уже есть. В Казани за 100 дней построили и сдали новую инфекционку. Новый онкоцентр в Челнах – самый востребованный объект для Закамской зоны. По статистике, у 175 из 100 жителей Челнов обнаружены злокачественные образования. Выявлять заболевания на начальном этапе и увеличивать продолжительность жизни населения – задача, включенная в национальный проект. На решение этих задач в Татарстане направлена президентская программа в сфере здравоохранения. Сейчас строительство объекта идет с опережением графика. В Альветьевске открыли уникальное место, куда могут прийти пожилые и инвалиды и с интересом провести весь день. Здесь все почти как в детском саду. Можно заняться спортом, сделать поделки, потанцевать. Главная цель – вывести одиноких из четырех стен и вернуть им вкус к жизни. Детский сад для взрослых – пилотный проект для республики. Открыли его в рамках национального проекта «Демография». Чем еще занимаются пожилые в садике, увидела Филюза Хамедулина. День 4 километра пробежки, а еще занятия на велотренажерах, прыжки, гимнастикам. Сергей Тимофеев сюда ходит всего неделю, но уже заметил, что бодр и свеж. Здоровый теле, здоровый дух. Это обязательно надо подвижность, движение, жизнь. Как я за край не ухожу? Нет, не выходите. Здесь есть арт-терапия даже для слабовидящих. В Адут Ахметов каждый день приезжает из деревни. 65-летний инвалид по зрению, попав сюда, вышел из глубокой депрессии. Я стал более уверенный в себе. Я пробел уверенность. Кто-то сюда приходит от одиночества, кому-то нужна медицинская помощь. Ситуация с ковидом очень напряжена. Люди все обеспокоены. У них много сейчас неврозов. Мы можем прочитать лекции, немножко их успокоить. Вот их сплачивает вот это все. В кабинете социальной адаптации установили многофункциональный комплекс. Такие занятия позволяют развивать мелкую моторику. Например, вот здесь можно делать упражнения для работы опорно-двигательного аппарата. Специалисты говорят, такое полезно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Как бы ячейку по одному пальцу? Два. Увидев востребованность такого садика, здесь организовали курсы и для молодых. Светлана Немещук, 33 года, она инвалид второй группы. Сюда ходит для реабилитации после инсульта. Как начала сюда ходить, в кабинет, стала больше работать рука. У меня не работает три пальца. Сейчас работает, ну, не работает только два. Детский сад для взрослых – пилотный проект. Заработал в нескольких городах республики этой осенью в рамках национального проекта «Демография». Здесь много задач мы решаем данной группой. Это мы и выводим из четырех стен наших пожилых. И вовремя замечаем и боремся с какими-то старческими болезнями. Пока отделение посещает 20 человек. В планах приобрести новые тренажеры и расширить досуг для пожилых. Илюзаха Медулина, Рехабибуллин, ТНВ, Альметьевск. Пока это все новости. Больше новостей ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас о погоде. До встречи. Здравствуйте. Первое дыхание зимы. Последний рисунок осени. Вот такой он, ноябрь. О погоде на его 12-й день чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-пупе уже сейчас. Звоните 2-167-166. Данил Мастер с заботой о вас. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в четверг на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево по-прежнему облачно с прояснениями. Временами снег. Похолодало, особенно в ночные часы. На северо-востоке, в Нижнекамске, на Бежных Челнах, Елабуге также ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем до минус 2. Для жителей севера Татарстана 12 ноября будет пасмурным и прохладным. С небольшим снегом до минус 1. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси будет облачно. Синоптики обещают снег и минусовую температуру на термометре. На юго-западе, в Болгаре, в Држаном, Буинске также пройдет снег. Дневная температура минус 1. Первые дыхания зимы ощутили и жители центральных районов Татарстана. Ветер порывистый, температура минусовая, наблюдается снег. В пятницу ночная температура станет еще ниже, днем ожидается небольшой минус. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника, снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» вместо хирурга роботы помогают избавиться от грыжи без операции. Приходите в «Доктор Ост», убедитесь, вернуться к жизни без боли просто. Звоните сейчас. Торопитесь получить лечение на роботе по выгодной цене. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. «Гейзер Макс» работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Фильтр «Гейзер Макс» защищает от накипи в 6 раз дольше обычных фильтров для жёсткой воды. В очищенной воде сохраняются природные минералы и полезные микроэлементы кальций, магний и калий. В Казани переменная облачность, синоптики обещают снег. Ночью и днём около 2 градусов ниже нуля. Ветер западный, сильный, порывистый. Атмосферное давление в пределах нормы – 757 мм ртутного столба, влажность воздуха 76%. В магнитном поле Земли небольшие возмущения, берегите своё здоровье. Компания «Сервис Плюс» – официальный дилер газовых котлов «Медсуда» по республике Татарстан представляет бесшумные, безопасные котлы с европейским дизайном и надёжным сроком службы. Телефон 8 800 201 07 07. Наступили холода, но ваш котёл не греет? Проблему решит газовый котёл «Медсуда». Тихий, безопасный, надёжный, согреет ваш дом и сделает уютным. Действует рассрочка, а также замена устаревшего газового котла на новый. Котлы «Медсуда» от официального представителя в республике Татарстан компании «Сервис Плюс». 8 800 201 07 07. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова